Андрей Платонович Платонов Рассказ, Никита Краткое содержание Перед прослушиванием, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски и поставьте лайк. Приятного прослушивания! Рассказ, Никита, Платонова был написан в 1945 году. Это история о маленьком мальчике, который силой своей фантазии наделял жизнью все окружавшие его предметы. Перебороть детские страхи и почувствовать уверенность в себе помог Никите его отец, вернувшийся с войны. Главные герои Никита, пятилетний мальчик, добрый, чуткий, с богатым воображением, эмоциональный. Другие персонажи Мать Никиты, добрая женщина, вынужденная целыми днями работать в поле за трудодни. Отец Никиты, солдат, вернувшийся с фронта, добрый и заботливый. Краткое содержание Пятилетний Никита жил с мамой, которая работала в поле, а отец давно ушел на главную работу, на войну, и не вернулся оттуда. Каждый раз, оставляя Никиту одного на хозяйстве, мать наказывала ему не баловаться, собирать куриные яйца и гонять со двора чужого петуха. Поначалу Никита боялся оставаться один в доме, но затем осмелел и принялся изучать, воробьев, и пауков, и мух, и кур во дворе, когда же это занятие надоело мальчику, он принялся фантазировать. Заметив в сарае пустую бочку, он решил, что там живет маленький человек с длинной бородой, которая ему постоянно мешает. Никита вспомнил, что недавно у матери пропали ножницы, и решил, что это сделал незнакомец из бочки, это он, должно быть, взял ножницы, чтобы обрезать себе бороду. Никита принялся ругать бородача, но сам испугался и выбежал на улицу. На небе Никита увидел доброе солнце, которое было очень похоже на его умершего дедушку, он также был всегда добр и ласков к маленькому внуку. Мальчик решил, что дедушка живет на солнце. Непоседливый Никита побежал за огород, к старому колодцу, из которого уже давно не брали воду. В его глубине поблескивала вода, в которой отражалось синее небо. Гладя на воду в колодце, Никита решил, что там живут маленькие водяные люди, ростом они были с воробья, но толстые, безволосые, мокрые и вредные. Он хотел было поругать их, но вспомнил, что тут может жить великан с детьми, и что есть силы побежал в свой двор, дедушки, солнцу. У сарая Никита заметил две земляные норы и решил, что тут живут змеи, которые непременно приползут к ним ночью в дом и ужалят. Чтобы этого не произошло, мальчик положил у каждой норы по кусочку хлеба. На какой бы предмет ни глянул Никита, везде ему мерещились живые существа. И даже в старой баньке он увидел умершую бабушку, вон у ней голова есть, это не труба, а голова, и рот щербатый в голове. Она нарочно баня, а по правде тоже человек. Неожиданно Никита понял, что везде есть люди, только кажутся они не людьми. Глядя на предметы во дворе, он видел незнакомые, злобные лица. От страха мальчик стал звать мать, а потом побежал к ней в поле. Устав, он присел под дерево, но полуденный зной разморил его, и он уснул. Проснулся Никита под вечер. Он побежал домой и увидел мать, которая, смотрела, не отводя глаз, на старого солдата, который ел хлеб и пил молоко. Незнакомец, от которого так хорошо пахло хлебом и добротой, взял оробевшего Никиту на руки. Это был его отец, возвратившийся с фронта. Он пообещал мальчику, что теперь уже никогда с ним не расстанется. Радостный Никита поспешил сообщить радостную новость всем злым, головам, во дворе. Но те молчали, всем стало боязно отца солдата. Когда Никита, помогая отцу по хозяйству, стал выпрямлять молотком гвозди, он заметил, что гвоздь похож не на злого, а на доброго человечка. Отец объяснил, что гвоздь человечек от того добрым получился, что Никитка сделал его своим руками. И что в итоге? Никита сообщает злым, головам во дворе, что его отец вернулся, помогает отцу по хозяйству. Отец Никиты возвращается с фронта. Заключение Детство Никиты пришлись на тяжелые военные и послевоенные годы, когда взрослые были вынуждены либо воевать, либо много работать. Предоставленный самому себе, мальчик научился развлекать себя, одушевляя окружавшие его предметы. Лишь с приходом отца мальчик смог обрести душевную гармонию. Продолжение следует...